В Саратове за сутки вывезли порядка 3000 кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии. Продолжается уборка городских улиц от сугробов и наледи. Задействованы 177 единиц спецтехники и 206 рабочих. За сутки израсходовано 154 тонны антигололедной смеси. Особое внимание работники коммунальных предприятий уделяют пешеходным зонам, спускам, подъемам, подходам к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. Все перечисленные участки обрабатываются специальными материалами. Отчитались в администрации города. Саратовская область получит около 990 миллионов рублей на капитальный ремонт школ. Об этом сообщают сторонники Вячеслава Володина. Предложение о субсидии одобрено комиссией Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований. Определен список учебных заведений, где будет произведен ремонт. Пять учреждений находятся в областном центре и еще 14 в регионе. В Саратове это школы номер 2 имени Тихонова номер 5, номер 18 и 84 и третья гимназия. Полный перечень опубликовало информагентство «Саратов-24». «Автодор» обыграл «Зенит» 83-74. Саратовцы ввели в счете 39 минут и закономерно довели встречу до победы. Седьмой подряд в единой лиге ВТБ. Выиграв у одного из главных конкурентов «Автодор» единолично возглавляет турнирную таблицу, как минимум до воскресенья. Главный тренер «Автодора» прокомментировал встречу на послематчевой пресс-конференции. «Они победили очень хорошую команду сегодня. Эта победа важна для нас, так как она позволяет нам оставаться на вершине турнирной таблицы. Более того, эта победа придаст нам уверенности в том, что мы можем играть против любого соперника на любой площадке. Надеюсь, этот успех поможет нам в предстоящих играх.